К нам присоединяется политик, журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Эти утра не добрые, поэтому я предлагаю отменить временное это приветствие. Доброе утро. У нас уже полтора года уже так мы себя приветствуем и ничего. Максим Леонардович, объясните, насколько война в Украине ушла на второй план вообще вот в международном каком-то контексте на фоне того, что происходит на Ближнем Востоке? Ну, это очевидно. Это даже видно по числу посетителей стримов ведущих пропагандистов с украинской стороны. У них резко упало посещение там. Я сегодня не видел цифры, я сам не слежу. Я не знаю, может это фейк пропаганды, но может быть нет. Но там прямо такое падение зафиксировано и российская пропаганда прямо радостно фиксирует, что вот резко упало это показатель. Значит, что та аудитория внешняя, которая смотрела, переключилась на Ближний Восток. Вот в этом контексте мировое внимание как-то отразится на поддержке Украины. У нас тоже пропаганда, прям вот первая мысль, которая озвучивала, это что наконец-то все Зеленскому больше денег давать не будут, США все направят в Израиль. Насколько это корректно? Я не думаю, что это корректно, потому что я думаю это не не про деньги, а про образ президентской кампании демократов 24-го года. Уже заявлено, что Украина получит 200 миллионов долларов, это конечно мизер по сравнению с тем, что было раньше. И было сказано, что помощь Украины не бесконечна, так вот по-моему было сказано. То есть от Украины требуют конкретных результатов военных, которых нет. Более того, Россия перешла в наступление под Авдеевкой, Россия упорно пытается сомкнуть кольцо и окружить украинские подразделения в Авдеевке. И в связи с этим я думаю, что просто демократам невозможно идти на выборы 24-го года с украинской темой. В ней нет ничего победоносного и ничего, что можно было предъявить американскому избирателю, как нечто перспективное. Там есть завязшие в кровавой грязи украинские войска, в которых бесконечно впихивают оружие американское, европейское, деньги. Там есть нереализованные планы разгрома российской армии, прорыва в Мариуполь, в Бердянск или в Крым. Там есть Зеленский, жена которого покупает кортье на миллион долларов, и этот скандал распространяется, или которого подставляют под старого ветерана дивизии СС Галичина в канадском парламенте. Так что потом все лидеры Канады должны извиняться за это. А где у нее был миллион долларов из этих денег? Ну там такой миллион, там был такой скандал с брюликами, так называемый. Значит, плюс к этому Зеленский предусматривает речь в ООН, которую он призывает Запад к тотальной войне с Россией, с ядерной державой, обладающей стратегическим оружием, к чему лидеры Запада явно не готовы. Короче, американцев выборный год волнует только выборы внутри США. Все остальное является приложением, фоном к этой главной теме. Потому что кто будет в Белом доме, тот и будет в следующие 4 или 8 лет определять политику самой могучей либеральной сверхдержавы мира. Поэтому, безусловно, тема поддержки Израиля, старого союзника, борьбы с исламским фундаментализмом, который еще там и измеряется в десятке 11 сентября, даже в этом видна просто пропаганда на американского избирателя. Американцам говорят, мы сейчас поддерживаем союзника, и нападение там, значит, из газа, атака палестинцев, это 10-11 сентября. То есть уже риторика даже, видно, пиарщики заработали. Переключение, все. С израильской темой, с темой борьбы с радикализмом, тема поддержки Израиля, тема спасения евреев от Холокоста, это та тема, с которой демократы пойдут на выборы, тем более, что это было всегда в руках у Трампа. Потому что зять Трампа, Кушнер, как известно, он и с Нитальяку дружил, и в Израиль там ездил, и в общем он сам еврей, значит, и в общем он, причем такой консервативный, правый еврей, да, и он, значит, там вокруг Трампа, это вся вот еврейская тема, израильская, израильских правых, она была связана с Трампом. Поэтому, конечно, это для демократов возможность вырвать из рук своих главных оппонентов козырь Израиля. Я думаю, что это только так, это чисто прагматическая вещь, это хвост, который виляет собакой для Америки. Я ни в коем случае не говорю о том, что атака палестинцев каким-то образом имела, что американцы имели к ней отношение. Я исключаю даже такую мысль, исключаю просто. Мы поняли, мы поняли. Да, но при этом, но при этом, но при этом я полагаю, что, безусловно, они не могут этим не воспользоваться, и они этим воспользуются. Россия тоже бенефицар очевидный военной в Израиле, хотя бы потому, что внимание быстро переключилось. А вот спустя столько дней, Максим, вам как-то понятно, понятен расклад? Кто стоял, кто организовывал? Как-то стало все объяснить? Я бы не говорил, что Россия бенефицар, так уж очевидно, потому что Путин сделал такие заявления, однозначные, поддержав палестинцев, которые, ну, несколько изменили образ России, как сидящие на двух стульях и работающие и с Израилем, и с палестинцами. Последнее выступление Путина, где он сказал, что палестинцы лишены там земли, Родины, ну, там, это несправедливость и так далее. Это из его уст впервые прозвучало. Впервые в такой резкой форме. Так, ну, и Максим Анарчич, еще простите. Это позиция вынужденная, которая определяется мировыми раскладами, потому что в мире складываются два лагеря глобальных. И Ближневосточная война сейчас, вот эта палестино-израильская война новая, она распределяет эти лагеря. Причем Израиль – это либеральный глобальный лагерь, безусловно, потому что Израиль – это либеральный проект. Проект либерального мира, который создали США при согласии Сталина. Не Сталин создавал, как у нас любят говорить, а американцы создали Израиль, безусловно, как проект либерального, там, победившего мира после 1945 года, вот в пространстве такого, как они говорили, такого трационализма и глобализма, который, тем более, был под британским контролем. Что касается обратной стороны, то генезис движения «Хамас» – он следующий. «Хамас» – это часть египетских братьев-мусульман. Очень могущественной, такой большой организацией, которая создана была Хасаном Альбанной, египетским ученым и политиком, убитым в 1949 году. И он был поклонником Суфия Аль-Газали. То есть это вполне суфийское движение, как и все братья-мусульмане. И братья-мусульмане – это отличаются от других мусульман тем, что они, например, признают государство. Вот так вот мусульмане более радикальные, там, ваххабиты, салафиты, государства не признают. Они признают джематы, умму, общины. А братья-мусульмане считают, что да, вот можно работать с такими европейскими формами, западными, как государство. Такие принципиальные такие моменты. Не буду углубляться в исламские такие вещи. Но, в общем, это вполне трационалистское движение, которое, конечно, ни с Аль-Каидой, ни с ИГИЛ не имеет никакой связи, поскольку Аль-Каида – это салафитское, ваххабитское движение. А ИГИЛ – это вообще движение с очень странным генеисом, потому что во время войны в Сирии Израиль помогал ИГИЛ, лечил бойцов ИГИЛ, поддерживал ИГИЛ с воздуха, атакую сирийскую армию, когда она воевала с ИГИЛ, то израильские самолеты наносили удар по войскам Асада, когда они вели бои с ИГИЛ. И многими экспертами, военным, было зафиксировано, что у ИГИЛ просто израильское оружие, или поставленное из Израиля. Поэтому, как говорится, не Нетаньяху было сравнивать ИГИЛ с ИГИЛ. Он-то точно знает, откуда взялся ИГИЛ, кто ИГИЛ финансировал, поставлял ему вооружение, и кто прикрывал его с флангов, когда он на голландских высотах, на сирийской стороне воевал с правительственными войсками Сирии. Максим, а можно вопрос... Поэтому я к чему это все веду? Потому что... Что все виноват Израиль. Хамас является передовой частью таких традиционалистских сил исламского мира и глобального традиционализма, которые являются союзниками... Подождите, а Хамас, Хамас это террористическая организация? Ну, для меня нет. Почему? Ну, потому что... А почему они террористическая организация? Тогда и ЦАХАЛ террористическая организация. Ну, подождите, ЦАХАЛ у него нет. У него нет цели уничтожить всех палестинцев. Когда только что вам сказано, что это животные, которые... Ну, это какие-то отдельные... Ну, отдельные какие-то генералы что угодно говорят. Это сказал руководитель. Хорошо, это записано целью, в цели ЦАХАЛ, или оборона Израиля записана как основная цель и миссия ЦАХАЛ, которая является народной армией? Израиль как политический проект западной оккупации, как западной оккупации, да, но это не значит, но это не синоним уничтожения евреев или уничтожения еврейского государства. Подожди, ну как же, каждый еврей, который живет на этой территории, это законная цель. Могут быть другие формы еврейского государства, помимо Израиля, который создан в 1948 году. Еврейская автономная область, вот нам наши пропагандисты уже указали. Например, а почему, если палестинская автономия возможна под контролем Израиля, почему еврейская автономия невозможна под контролем Палестины? Нет, Россия, Россия. Почему вот такая асимметрия? У нас нет никакой асимметрии, все-таки обоим государствам была предоставлена возможность. Да, возможно, еврейская автономия под контролем, да, я думаю, что это неизбежный процесс для ближнего встока. Я думаю, что либерализм проиграет, проиграет. Мы находимся только в начале пути. То есть все вмешаются? Да, глобальный либеральный клуб проиграет. Вот армянство уже проиграло. Подождите, Максим Иванович, а как это, как технически? Не надо ждать, дайте мне договаривать мысль. Армянство уже проигралось, не то как бы с повестки. И осталось вот Армения, государство Армения, которое решает свои проблемы государства Армения. Точно так же будет и с сионизмом на Ближнем Востоке. Он тоже проиграет. У него серьезные враги, и это не мусульмане, поверьте. А это трационалистские элиты Запада, прежде всего, Великобритании, британская монархия, которая является покровителем всего трационалистского глобального клуба. Они хотят снять сионистский либеральный проект с повестки. Он сейчас находится в тяжелой ситуации. Я думаю, что Израиль сожмется по итогу всех этих событий, может, не сейчас, через несколько лет, до размеров, которые он должен был быть в 1948 году. Ага, то есть маленькие, три таких очага, тоже разрозненные, с малюсенькой дорожкой. Нет, три очага были у палестинцев. Сейчас выведем карту, подождите, вы имеете в виду этот способ? У палестинцев были разрозненные очаги Галилея, оккупированные потом Израилем, Иерусалим. И Западный берег, и Газа с Ашкелоном. То есть после войны, когда маленькую полосочку береговую Израиль отыграл, вот это вы имеете в виду, после войны за независимость. Когда Израиль был уж такой единый маленький... Изначально у Израиля, изначально у евреев... Это не так, у них не было единой территории. Пожалуйста, ну не раздайте сказки. У евреев был выход Яфа, в частности, принадлежала евреям, там, где был создан Тель-Арив, как пригород Яфа. Там изначально это было... А, ну вот микроскопически, все, понятно. Хорошо, понятно. Я не знаю, микроскопически или макроскопически, это как-то современный вопрос. Это было, по крайней мере, мирное решение, не основанное на бесконечной резне, геноциде и взаимном истреблении. Вопрос. Вот вы так неоднократно писали у себя в Телеграм-канале, что якобы есть какой-то интерес самого Израиля, что Израиль, там, не знаю, разведка, или какие-то там спецслужбы чуть ли не покрывают. Можно я вот прочитаю, в частности, про девушку, про девушку? Ну, надо читать, я перескажу своими словами, не тратьте время. То есть, что они специально ударили, что девушку возили лечить ту самую, а они ударили по больнице, чтобы ликвидировать заложников, а не в смысле Израиль. Да, это практика, к сожалению, Израиля, об этом не говорили многие израильтяне. Это не палестинцы мне рассказывали, а сами израильтяне. У меня немало в Израиле друзей и знакомых, хороших, добрых. И далеко не все израильтяне поддерживают политику своего режима в отношениях к Палестине и к палестинцам. Далеко не все, поверьте. И израильтяне говорят, да, это практика, к сожалению. И Израиль, чтобы не становиться в ситуации вынужденного обмена заложников и не отпускать тысячи пленных палестинцев, которые захвачены без суда и следствия и содержатся в концлагерях израильских и тюрьмах, предпочитает иногда носить удары ракетно-бомбовые по тем местам, где содержатся израильские военнопленные или израильские заложники, чтобы не обменивать. Тем более, эта практика, особенно после Гелада Шалита возникла, потому что Гелад Шалит, как известно, выйдя из палестинского плена, рассказал не об ужасах, а о том, какие прекрасные люди палестинцы, и как, собственно говоря, он посмотрел по-другому на проблему израильско-палестинского конфликта. Есть такая тема. Что касается разведки, которая пропустила, это, опять-таки, мнение израильтян, которые говорят, есть две позиции, что это якобы Нетаньяху для того, чтобы укрепить свою власть. Но мне предъявили аргументы достаточно весомые, что это не Нетаньяху, а это как раз против Нетаньяху, так называемый израильский дип-стейт, совокупность бюрократии, военной разведки, армия, вот этой как бы номенклатуры такой израильского либерального государства, которая как раз решила добить все-таки Нетаньяху, его свергнуть. Я недавно видел интервью руководителя Моссада, а у нас, собственно, дождю оно было, бывшего, который при ходе бараки руководил Моссадом, который просто направлен против Нетаньяху, что лишний раз подтверждает вот эту версию, что на самом деле сознательно, сознательно пропустили атаку Хамас, которая могла быть отбита, потому что были отключены системы безопасности, были отключены системы контроля, были сознательно, очевидно, ослаблена дисциплина для того, чтобы поставить Нетаньяху в ситуацию для него неразрешимую. Я не говорю, что Нетаньяху хороший, безусловно. Для меня там все людоеды, понимаете, все, кто полагает, что можно жить на земле, отобранной у изгнанного народа, вот как, допустим, город Сдерот. Вот все знают, город Сдерот, израильский город Сдерот, он находится... А вот палестинский город Иерусалим, все тоже знают? Он находится на месте древнего палестинского села Нетшт, откуда в 1948 году были изгнаны жители, часть были убиты жители, часть изгнаны, и там в 1951 году был создан Сдерот. Современный, красивый, классный город. Ну, казалось бы, создаете вот Вы Сдерот, а там рядом Нетшт, в котором живут палестинцы. Но палестинцам дали там два дня на то, чтобы они убрались оттуда, или всех убивала бригада Негеф, которая шла тогда в 1948 году с такой карательной зачисткой. Поэтому, как бы, историю никто же не забыл, и никто не забывает историю, и палестинцы тоже не забыли. Я когда был в Газе, мне показывали огни этого Сдерота, и говорил, смотри, вот там вот могила моего прадеда, в километре Сдерот находится от Газы, десятилетия неянимые родители мы не можем... Максим, где Вы были 2000 лет? Да, тоже израильтяне могут сказать. У израильтян там... В смысле, что значит 2000 лет? А кто евреев оттуда? Что за сказки? Кто евреев оттуда? Например, когда персы взяли Иерусалим в 614 году, то они поставили... Там евреи-то были в Иерусалиме? Ну так они там и были, вплоть до начала 20 века. Они там были, конечно, никто не уезжал, особенно религиозные. Всегда там были, а почему тогда, что значит 2000 лет? Что за вопрос дикий такой, Лиза? Что за вопрос? То есть храм не разрушался, никто никуда не... Храм разрушил император Тит. Сейчас вот арку Тита в Италии подсветили цветами Израиля, так издевательски над Израилем. Арку, поставленную императором Титом в честь разрушения Иерусалима... Самая красивая, кстати, арка. На месте которого он основал Элию Капитолина, а на месте храма приказал сделать помойку. Значит, итальянцы, католики, именно эту арку в честь разрушения Иерусалима на нее спроекцировали израильский флаг. Как место памяти, как место падения. Достаточно жестокий троллинг, честно говоря. Максим Леонардович, разве вот это Палестина, помнит, является оправданием для атаки по мирным израильским поселениям. Ну, на оккупированных территориях они не являются мирными. Так можно сказать, что и немецкие поселения на территории Белоруссии и Украины были мирными в 42-43-м годах. Для палестинцев они не являются мирными. Они родились, многие из них, на этой земле. То есть, но оправдать же 100А. Они, многие из них, родились на этой земле. Безусловно. Поэтому надо научиться находить общий язык с палестинцами, а не жить по принципу, сформулированным Киплингом, «бремя белого человека». Белый человек выше, остальные ниже. А вы считаете, что вообще была ошибка, да? То есть, вы все-таки оправдываете эту атаку? Просто мне хочется однозначности. Нет, я не оправдываю атаку. Я просто считаю, что она является элементом, эпизодом в бесконечной жестокой войне, которая ведется в обе стороны. Эти бомбят газу, эти арестовывают людей, а эти атакуют. Если бы у палестинцев были самолеты с бомбами и ракетами, они бы действовали, как Израиль действует. Но когда Израиль бомбит, сносит в щепки газу, это считается, как бы, значит, палестинцы дают. А если палестинцы атакуют, то израильтяне кьют. Понимаете, в англоязычной прессе. Поэтому тогда дайте палестинцам ракеты и аналогичное оружие. Такого нет, такого нет, что есть разница в формулировках. Еще как есть. BBC вот ровно поровну. Убитые палестинцы... Нет, убитые палестинцы... Уже 9 октября, посмотрите британские обложки. Если палестинцы умерли, да, а убитые израильтяне кьют, убиты. Есть такая тема тоже. Хорошо, то есть, подождите, Максим, вы считаете, что изначально была ошибка вообще вот эта вот колониальная, имперская, или как вы это называете, размежевание и сама попытка там построить государство, что ли? Нет, я считаю, что ошибкой... Ошибок там было много. Ошибкой, в частности, было неуполнение резолюции организации объемных наций о создании двух государств. Это была с чьей стороны ошибка? Со стороны Израиля, со стороны... Так Палестина отказалась. Можно я договорю? Со стороны Израиля, со стороны Иордании, со стороны Египта. Палестины тогда не было. Она не успела отказаться, ей не позволили оформиться. Она оформилась в виде организации освобождения Палестины. Потому что территория Палестины была оккупирована Израилем, за спиной которого стояли США, Египтом, и Иорданией, за спиной которых стояла Великобритания. А Палестины, она не успела, как государство, не было такой вот государственной... Там был верховный муфти в Иерусалиме, который не был согласен. А кого... Там не было других... Верховный муфти, а тут Верховный Равин. Там верховный муфти, а тут Верховный Равин. Так он говорил, а ты не Палестины. Там не было администрации. Кто вам эту чушь навязал на уши? Встречался... Организацию освобождения Палестины... Я не представлял Великобритании, когда был вот этот... Объясняю, объясняю в миллионный раз. Боевую организацию освобождения Палестины создали православные христиане. Даже делегатом от Газы, где победил Хамас, был Хасам Ат-Тауи. Это в каком году? В 2006-м. А я вам говорю про начало, про 48-м год. В этом году христиане, христиане, православные христиане задавали тон в Организацию освобождения Палестины, потому что православные христиане были тогда наиболее европеизированной частью общества мусульмания. Тогда вообще не хотели жить ни таким европейским принципом. Мусульмане вполне, как говорится, были довольны, на самом деле, взаимодействием с британцами. Потому что при британцах там начали строиться какие-то школы, дороги там и так далее. А христиане, которые были левыми, коммунистами, это были выходцы из христианских кругов. Поэтому именно палестинские православные христиане и из Бейджалы, из Бетлехэма, понимаете, из Назарета, из других мест были основателями палестинского движения, в том числе террористического. Те, кто совершал теракты первые, вот Джордж Хабаш, например, он христианин, православный, руководитель Народного фронта, поэтому не надо нам этого муфтия. Да он не муфтия, он был главой Верховного Арабского комитета, который как расстроил этот, пытался построить спан-арабский мир, переговаривался с британцами, с немцами, с швейцарцами. Ну, Максим, в чем вводите в заблуждение? Мы его не слушали, он не определял ничего. Тем не менее, да, не Израиль саботировал, а в первую очередь Великобритания. Израиль хороший, Израиль защищался. Израиль защищался, всегда все войны были оборонителями. Давайте это зафиксируем. Последний только момент. А я, кстати, не возражаю, я не возражаю, что на Израиль нападали Египет и Ордания, но палестинцы субъектом в этой теме никогда не были. Они все делили Палестину. То есть это виноват не Белый мир, а как раз Арабский мир, который хотел Палестину туда-то сюда. Нет, Арабский мир – это тоже Белый. Египет – это аристократия египетская, которая была частью британского просто лондонского двора. Король Абдала, современный король Аордании, это офицер британского спецназа, чтобы вы понимали. Он на момент, когда стал королем, был, по-моему, майором или капитаном британских спецподразделений. Асад жил и учился в Лондоне, а жена его – урожденная англичанка Башара Асада. Поэтому то, что вы называете, это гораздо более Белый мир, чем то, что сидит в Тель-Авиле. То есть мы просто должны делить. Но вы скажите им, что они Белый мир, мне кажется, очень обидеть. Они просто часть правителей и элита арабского мира, это просто часть британского, вот такого британского аристократического пространства. А Израиль, по отношению к ним, это часть такого либерального американского истеблишмента, откуда-то из Бруклина максимум. Последние просто замечания по поводу, пока говорила, пока Максим Ильич первый там отвечал на вопросы. Палестинцы на этом фоне – это народ, который идет от древних финикийцев, древней Семиградии, вот семь городов от Сайды до Газы. Это, считайте, зона древнейшего на земле народа, каким и являются палестинцы. Потомки финикийцев, филистимлян и так далее. И они лишены полного права на жизнь. Да, нужно устроить палестинское ПЛМ, да, мы тоже за. Максим Леонарович. Ну, по аналогии с БЛМом, ПЛМ, потому что, оказывается, палестинцы всегда были… Балак Лайфс Меттер. Палестинин Лайфс Меттер. Ну, Палестинин Лайфс Меттер, да, это движение было задолго до БЛМ. Максим Леонарович. Максим Леонарович. На последок прям пришла… Но Джуэльс Меттер, Лайфс Меттер. А-а-а. И ГДЕ тоже имеют. Да, это моя палестинка всегда. ПЛМ и Джуэль. На этом мы можем закончить, просто чтобы… Чтобы у нас была красивая концовка. Но, подождите, я не могу не оставить внимания фейк. Я все-таки нагуглила первоисточник. Ньюсвик сделал огромный разбор фейка про украшений, картины миллиона Желенского, жены Зеленского, Алёны Зеленской. То есть это броню, да? Это абсолютный фейк появился сначала якобы чек в одном из инстаграм-аккаунтов, в сторис, в итоге… Ну, так или иначе, этот фейк обсуждал весь мир, понимаете, этот фейк. И то, что этот фейк появился, понимаете, если он появился из Москвы, поверьте, его бы никто не обсуждал назад. Ой, конечно, да. Но так как он появился, ну, абсолютно точно, они мгновенно бы это идентифицировали и сказали бы «путинская пропаганда». А так как он появился, изящно, он изящно появился. И обсуждался, значит, он появился на Западе, скорее всего, от американцев, которые реально хотят слить Зеленского и заменить его на кого-то другого. Потому что Зеленский, с их точки зрения, неудачник. Это неудачное вложение денег, с ним выборы демократы никогда не выиграют. А с Израилем, с борьбой с исламским фундаментализмом, возвращаемся к началу, у них есть такая возможность. Не получилось красиво закончить на «Все жизни важны», но спасибо огромное. Палестинцы и евреи, пожалуйста, миритесь, не убивайте друг друга. Государственное образование – это просто ветер истории, пыль истории, которая уносит ветер. А народы вечны. Народы сотворены Богом. Народы, евреи и палестинцы, протяните друг другу руки, выгоните тех, кто вас травливает, и найдите силы для построения общего мира. Вот здесь, если бы у меня были аплодисменты, я бы их включила. Максим Шевченко, журналист и политик, был в нашем эфире. Спасибо огромное.